Омнамо Бхагавате Васуде Вайя Омнамо Бхагавате Васуде Вайя Сегодня мы продолжаем читать и обсуждать Бхагавадгиту 22 стих, 3 глава Бхагавадгиты, как она и есть, карма йога, 22 стих, не менее интересный, чем 21 Я сейчас для связки прочту 21 стих Вчера мы говорили о том, что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир И вчера мы, если помните, мы пытались определить квалификацию лидера вообще, кто такой лидер Потому что хотим мы того или не хотим, мы будем всегда следовать за лидером И человек будет всегда следовать за сильным, за великим И, соответственно, поскольку это внутреннее желание, внутренняя природа человека следовать за великим И за лидером То нам очень важно понять, за кем мы следуем Чтобы это не оказалось слепцом или человек, который заведет нас не туда А для этого нужно знание Для этого нужно знание И мы вчера говорили, что помимо того, что лидер обладает двумя качествами Характеризующими его как лидер Это он проявляет инициативу и берет на себя ответственность Готов взять на себя ответственность Веды говорят, к примеру, достаточно жестко, что царь или лидер государства Царем, лидером государства, отцом или учителем, даже школьным Человек не может становиться, если он не сможет освободить своих подопечных То есть дать им трансцендентное знание и в результате привести к освобождению Вот такие жесткие правила И мы говорили о том, что лидеры бывают в трех гунах материальной природы В невежестве Это как бы слепые ведут слепых В страсти, как правило, лидеры эксплуатируют своих подопечных Наживаются на них И в благости они действительно ведут людей к знанию Но есть и четвертый тип лидеров Это лидеры-трансценденталисты Святые, духовные учителя, наставники Которые поднялись над гуннами материальной природы Которые уже не имеют никаких материальных желаний Они, как мы говорили, атмарати Они сами в себе удовлетворены И вот за такими лидерами как раз есть смысл следовать Кшатри или воины, цари, административный класс Они всегда следовали за браманами То есть, вернее, не следовали Они всегда получали наставления от браманов Вот как раз от этих атмарам, атмарати Итак, следующий стих О сын Притхи Во всех трех мирах нет такого дела Которым я обязан был бы заниматься Я ни в чем не нуждаюсь И ни к чему не стремлюсь И все же я всегда выполняю свой долг Вот смотрите Это Кришна говорит Арджуне И вот, по сути дела Самым крутым лидером Считают себя мужчинами, но прав лишь один И как бы она имела в виду Бога, конечно И вот Бог, он истинный мужчина Истинный лидер Это та личность, которая не просто проявляет инициативу Но еще берет ответственность за все мироздание За все мироздание И даже в этом случае Потому что мы несколько стихов назад говорили о том Что даже освобожденные души Они следуют Нет оснований у них не следовать долгу И поэтому, приведя аргумент Здесь Кришна, верховная личность Бога Давая настроение Арджуне Он говорит Даже я нет таких обязанностей Которые я должен выполнять в трех мирах Ну нету просто таких Нет таких обязанностей И тем не менее Я обязан Я ни в чем не нуждаюсь И ни к чему не стремлюсь И все же я всегда выполняю свой долг Давайте прочтем санскрит еще На-ме-партха-сти-картавьям Три-шу-лакэ-шу-канчана На-на-ваптам-аваптавьям Вирта-эвача-кармани На-не Ме-мой Партха-осын-притхи Асти существует Картавьям-долг Три-шу-в-трех Лакэ-шу-планетных системах Кин-чана-что-либо На-не Ана-ва-аптам-желаемое А-ва-аптавьям-то, чего следует достичь Вар-те-выполняю Э-ва-безусловно Ча-также Кармани-в предписанных обязанностях Итак, комментарии Комментарии и в божественной милости Абхай, Чарнаровинды, Бхактивиданте С вами Ща-правпады Ща-правпады Ки-джай Ведах Верховный Господь Писан следующим образом Там-ишваранам-парамам-махешварам Там-деватанам-парамам-ча-дай-вита-дайватам Патим-патинам-парам-парастат Видмадэвам-бхованешам-иддям Жалко, у меня не умею рецитировать стихи санскритские Так как это делают жрецы Но тем не менее, даже в таком исполнении мне самого понравилось Красиво звучит Санскрит очень красивый язык Верховный Господь Это перевод Владыка всех величайших среди повелителей всех планет Верховный Господь, он владыка всех владык Величайший среди повелителей всех планет Каждый находится у него в подчинении Каким бы могуществом ни обладали живые существа Они получают его от Верховного Господа Никто из них не является независимым повелителем В седьмой главе Багавадгиты Кришна перечисляет Свои качества и говорит Я сила сильных Это, по-моему, седьмой, если я не ошибаюсь Господь, которому поклоняются все полубоги Верховный повелитель А все остальные повелители подвластны ему Он выше всех правителей этого мира И достоин всеобщего поклонения Никто не может превзойти Верховного Господа Высшую причину всех причин Тело Господа не похоже на тело обыкновенного существа Его тело не отлично от души Он абсолютен И все его чувства духовные Каждый из его органов чувств Может выполнять функции любого другого органа Поэтому на свете нет никого равного ему Или более великого, чем он Его энергия бесконечна И многообразна Поэтому все его деяния вершатся сами собой Естественным образом Это цитаты из Швето-Ашватара Упанишад 6, 7, 8 Бог, Верховная Личность Продолжает комментировать Швапрабхупада В полной мере обладает всеми совершенствами Являющимися абсолютной реальностью Поэтому у него нет никаких обязанностей Можете себе представить Все делают его энергии То есть в нашем случае мы должны делать все сами Но в его случае он только желает Все остальное делает его энергией Он просто безмятежно пасет коров В небесном бриндаване Он просто танцует с гопи Он просто играет с мальчиками-пастушками Удивительно Если задуматься В этом определенный здравый смысл есть Представьте, кто Нам иногда То есть вот это с подачи Микеланджело Который изобразил Бога как старика Выседающего на облаке Или там печет хлеб насущный и так далее Он в этом смысле Ну как бы вот так Вот такое представление есть Но это представление не совсем правильное Даже представление о том Что Бог он как бы дает Ну и там печет, что-то делает И даже творит Там в первый день, во второй день В третий день, в четвертый день Что-то творит Оно не совсем верное Если я вам задам вопрос Чье положение выше учредителя Или генерального директора Вы наверняка скажете Ну конечно учредитель Генеральный директор он пашет Что-то делает и так далее А учредитель он просто в это время Где-то на Канарах отдыхает Так вот говорят, что Вишну или Всевышний Тот, кто творит Тот, кто там много ипостасей Сейчас мы немножко разберем это Он То есть Вишну Это Кришна на работе Когда Кришна идет на работу Он становится Вишной Когда Кришна Ну Ему надо что-то сделать Да, там убить демонов Или еще что-то Восстановить религиозные принципы Он Становится Вишной Но в целом В целом Почему-то трансляции Идет странно Еще раз попробуем запустить А, просто здесь они задают вопрос Куда транслировать Понятно Ясно Так, хорошо Ну дополнительно Вот мы еще запустили трансляцию Так Андрей, здравствуйте Приветствую вас У нас такая хорошая компания Складывается уже Денис Вы Я И те, кто присоединяются к нам По трансляции Так что Давайте Мы будем Более в живом Таком варианте Общаться Прямо Если вот мои рассуждения Как-то надо прервать Не стесняйтесь Прервайте Задавайте вопросы У нас будет У нас все-таки называется Беседы О Бхагавадгите Не лекции О Бхагавадгите А беседы Потому что я говорить могу много Но лучше Мне ориентироваться Также на вас Итак Мы сейчас читаем комментарии Я сейчас прочту еще раз стих И продолжу просто комментарий С того момента На котором остановился О сын Придхи Во всех трех мирах Нет такого дела Которым я был Я обязан был бы заниматься Я ни в чем не нуждаюсь Говорит Кришна И ни к чему не стремлюсь И все же Я всегда Выполняю Свой долг Итак Мы закончили комментарий Где Привели цитату Приводит цитату Шилпрупада Из Швета Ашватару Панишат И дальше Продолжает комментировать Бог Верховная личность В полной мере Обладает всеми Совершенствами Являющиеся Абсолютной реальностью Поэтому у него Нет никаких Обязанностей Тот кто стремится К плодам своего труда Должен выполнять Определенные обязанности Но у того Кто не желает Ничего Во всех трех мирах Не может быть Обязанности Очень логично Да Смотрите Если Условно говоря Ребенок хочет что-то У него есть какое-то желание Пойти в кино То тогда Ему нужно Много чего сделать Перемыть посуду Подмести полы Родители быстренько Это как бы На него навешивают Но если У него нет желаний К примеру Никаких То как его Можно замотивировать Зачем ему действовать Вообще Если у него нет желаний Если он не хочет Идти в кино Соответственно Он просто сидит дома И все И здесь вот говорится Что те у кого есть плане Они обязаны Что-то делать Почему Потому что в этом мире Все дается через аскезу Дается через усилия Здесь Никто нам не дает Условно говоря Рыбку Но дают удочку Что мы пошли То есть Нет такого Хоть и вечная мечта Вот это есть Аскатерти Самобранки В сапогах Скороходах Волшебной палочке И так далее Это все Идет от нашей природы Потому что По большому счету Душа Она ни в чем не нуждается Сад чьи-то нанда Виграха Она полна в себе Уже Знаний Вечности И блаженства Но Находясь в материальной природе Под влиянием Трех гунн материальной природы Постоянно возникают Какие-то ненормальные желания И вот В этом смысле Нам приходится Прикладывать Большие усилия Итак И все же Господь Кришна Участвовал В битве На Курукшетрия Как предводитель Кшатриев Поскольку долг Кшатриев Защищать тех Кто оказался в беде Оказался в беде Хотя Господь Стоит выше всех Предписаний Шастр Он никогда Не нарушает Их То есть Он Казалось бы Он может просто Взять и переписать Бхагавадгиту Вот просто взять И переписать Если он во второй Главе говорит Что душа Неуничтожима Душа вечна Душа Ее нельзя убить Нельзя расчленить Никаким видом оружия Не сушить ветром Не смочить водой И так далее И тому подобное Но Поскольку Для него Это как бы Он создает Эти законы Он может взять И переписать Эту бхагавадгиту Но он никогда Этого не делает Более того Он мог бы взять И Нарушить право Вот тех Отщепенцев Которые ушли В материальный мир Существовать без него Нарушить их право На Сад Чи-Тананду На знание Вечности и блаженства Он мог бы это сделать Легко Просто Просто Отнять у них это Но он не покушается На эти Представляете То есть душа Она как была вечной Так и остается Единственное Что ей дается Разные костюмы Она пытается Ощутить Разные вкусы И она ищет В этом материальном мире Какую-то сладость Ручий вкус И поэтому Ей приходится менять Одно тело за другим Одно тело за другим Так Понаслаждаясь В этом теле Не подходит Дальше Идем дальше И вот 8 миллионов 400 тысяч Форм жизни Живот Что проходит Для того Чтобы ощутить Все виды вкуса Все Все Как бы Палитру Этого Но при этом Остается Вечным Ей дается возможность Наслаждаться Проявлять свою природу И ей дается возможность Образовываться Образовываться И постигать В том числе Духовное знание В этом материальном мире Присутствует Духовное Трансцендентное знание В виде вет И в виде Тех посланцев Пришельцев Как мы говорили вчера Да С других С высшей С горнего мира Которые объясняют Это знание Это посланники Бога Шахтя Веши Аватара Наделенные полномочиями Ачарьи Вот Поэтому Бог Никогда не нарушает Право живого существа На это И тем не менее Смотрите Он как бы Следует Определенным обязанностям Вот таким обязанностям Не нарушать это Не нарушать То он устанавливает законы И следует Этим законам Сам Особенно Когда воплощается Как обычный человек Просто Как обычный человек Вот Очень интересная Тема Тема Которая Такого Сильного осмысления Требует Что Может быть Там Даже не хватит Отведенного времени Но мы попробуем Немножко Благоприятные молитвы Сейчас прочтем Омагьяна Прабу-Нитянанда Тиадеша Тарины Очень научный подход У Багавадгиты Здесь, конечно, ученые Могут нас упрекнуть И сказать Ну какой же Это научный подход Если вы Как бы Ну вообще Говорите тут Это боги О верховной личности Бога Да Но смотрите Как мы говорим Как научно Кришна подает Информацию Вообще Вот С точки зрения Я постоянно думал Вот эта вот Глупость Да Которая Заставляет Ученых Использовать Лишь один метод Метод Пратьякши То есть Пратьякши Это когда Можно только Потрогать Увидеть И так далее Он очень сильно Ограничивает Просторы Исследований Вот в чем Проблема Но конечно Иногда они Добавляют Второй метод Познания Это анумана Анумана Или спекуляция То есть Протягшие Это когда Мы Видим И говорим Да это книга Это круглая Это Вот мы видим И говорим В помещении Есть люди Да Или в помещении Нет людей Анумана Это спекулятивное Размышление Метод дедукции Когда мы Подходим К помещению И слышим там Голоса Мы еще не видим Никого Не ощущаем Никого Но голоса Исходят Оттуда И мы можем Предположить Что там Люди Но есть Авторитетный метод Который они Почему-то Не используют Веченые Авторитетный метод Заключается в том Что если кто-то Выходит из этой Комнаты Он только что Там был Он может нам Сказать Да там точно Люди Потому что У метода Ануманы Вот этой Спекулятивного Могут быть ошибки Какие ошибки А может быть Там магнитофон Играет А может быть Это не из этой Комнаты А может быть Мне просто Послышалось А может быть Причудилось И так далее То есть Все может быть Но если человек Выходит из комнаты И говорит нам Что там Есть люди Поскольку он был Только что там Это авторитет Мы можем Принять это Без доказательств Вот Конечно Можно сказать Он может Пошутить Или еще что-то Но это Вот с точки зрения Материальных Примеров Они никогда Они будут совершенными Но с точки зрения Духовных Или с точки зрения Самого принципа Как говорил Швилправпада Чтобы узнать Кто твой отец Можно гадать Сколько угодно Взять анализ ДНК У всех мужчин На земле И тем не менее Все равно Сколько времени Уйдет Это нереально Но можно подойти К матери Спросить Кто мой отец Вот это авторитетно Хотя на западе Ученики Бхактинан Они как-то Однажды даже сказали С вами Вы знаете Это не всегда Тоже бывает Авторитетно Потому что У нас На западе И для Индийца Это было Конечно Дико Иногда Женщина Может не знать Кто ее Кто отец Ее ребенка Вот такие Вот времена Кали-юга Тем не менее Такие примеры Они показывают Что есть Авторитетный Способ познания Но даже если С точки зрения Гьяны Да Или Вот Размышлений Вот как делают Это гьяны Йоги А искать Браман Искать Вот этот дух То можно Очень легко Его найти И даже С точки зрения Эволюции Можно его Очень легко Найти Как ни странно Да То есть Очевидно Что Человек не является Венцом творения Хотя ученые Вот они Иногда заявляют Такие глупые вещи Что человек Является Венцом творения Но подождите Если Если Простой Ну скажем так Неодушевленная Материя Получается Она может Нами управлять Да Там Штормы Или даже Ну опять же Вот этот Пресно Помянутый Коронавирус Да Коронавирус Коронавирус Который вообще В общем-то С живым существом Даже его не называют Он конечно же С точки зрения Животчеству Но С точки зрения Вот тех Процессов И определения Ученых Он даже Животчеством-то Не является И смотрите Как он управляет Как мы можем Заявлять Что человек Венец творения Вон он Какой Венец Венец Этот снимать Уже с головы Корона Уже приходится Снимать с головы Потому что Смешно Просто становится Поэтому Очевидно Что Иерархия Она Человеке Не заканчивается Это самая Маленькая То есть Если сравнить Вот эту Землю Вообще Это Одна из самых Незначительных Планет В Солнечной Системе А если сравнить Само Солнце С другими Звездами То Солнце Это самая Незначительная Звезда Собственно говоря По сравнению С другими Звездами И кстати В этом есть Интересный Смысл Вернее Это подтверждается Пуранами Что Эта Солнечная Система Она И даже Эта Вселенная Она Не такая Уж и большая На самом деле Потому что Ученые Уже пришли к выводу Что мультивселенная Существует И Была история Описывается В 10-й песне Шримад Багватам Как Брама Сам Брама Творец этой Вселенной Четырехголовый Брама Он пришел К Кришне На прием В Дварку И Что он увидел В приемной А вернее Нет Он сначала Спросил Ну у привратников Там или у кого-то Да Секретаря Условно говоря Секретаря Спросил Могли бы передать Уважаемый Что Кришне Передать Что Брама Пришел И тогда Не знаю Девушка Ну понятно Секретарь Или кто-то Слуга Сказал Простите А какой Брама Как Какой Брама Ну у кого Брама Этот Брама Который Сотворил этот мир Эту Вселенную Брама Нормально Он был удивлен Брама был удивлен Просто Но это был план Кришны Кришна показал ему Свою приемную И в приемной У него Я условно говорю Я так шучу Приемной Там в дворцовом зале Там Собралось Много Брам С разных вселенных И если у нашего Вот этого Так сказать Вселенной В той вселенной Которой мы находимся Брама Четыре головы То есть вселенная Брама Чье тело состоит Из чистого интеллекта В соответствии С писанием Вет Это космический разум О котором Многие сейчас говорят Космический разум Это чистый интеллект Сияние чистого разума Фильм такой есть Это есть Брама Творец То есть это не Бог Это не Бхагаван Это Творец Над ним есть еще Так сказать Другие контролирующие Так же И вот Брама увидел Что есть Такие же Вот Брама Это пост Это должность Такие же Но с тысячей С миллионами голов Даже Поэтому наша Солнечная система Она просто смешна Поэтому Говорить о том Что человек Венец творения Ну это знаете Как вот Если какой-то микроб Заявит Что вот Он царь зверей Там условно говоря Ну такое может быть Да конечно Если какой-нибудь Близнетворный Да вот как этот Вирус Но тем не менее Это смешно просто Ну или там Какой-нибудь Муравей заявит Что он царь Царь зверей Да Еще пусть льву заявит Это Поэтому С этой точки зрения Мы должны понять Кто такой бог Кто такая Верховная личность бога Да В ведах Описывается Вот этот Вот это Так сказать Структура Эманаций Бога Да Кришна Из Кришны Исходит первая экспансия Это Баларама Говорится Что Баларама Он неотличен От Кришны Из Баларамы Исходит Первая чатурвьюха Я не буду сейчас Вас грузить Этими всеми Но это очень научно Я говорю Это для тех ученых Которые может быть Посмотрят эту трансляцию И скажут Да что тут научного Если вот Человек венец творения Нет Из Баларамы Исходит Нарайна Из Нарайны Вернее Ну или Санкаршана Да Из первой Санкаршана Из него Исходят Четыре Экспансии Чатурвьюха Санкаршана Васудева Анирутха И Прадьюмна И вот И так дальше Из Уже из второго Санкаршана Исходит Нарайна Из Нарайны Маха Вишну То есть уже Который творит Эту материю Оплодотворяет Маха Вишну И пошло там дальше Карна Дакаша Вишну Гарба Дакаша И Вишну Кшир Дакаша И Вишну Кшир Дакаша И Вишну Это Параматма Или Антарьями Как локализованный Аспект Бога Который входит Все в сердце Очень научно Все это Ученым Надо бы это Посмотреть Просто поисследовать Посмотреть Как творятся Эти миры Какова иерархия Этих миров Вот Можно доказать Существование Бога С точки зрения эволюции Это не что иное То есть Или как бы Это живое Что Которое Прошло Ну вот если брать Как бы да Вот так совсем уже По научному Да Просто чтобы они признали Это тоже вот что Которое прошло Гораздо больше циклов эволюции Больше циклов эволюции Например тот же самый вирус Смотрите Он эволюционирует быстро У него цикл эволюции Быстрый Он поэтому может приспосабливаться Но ошибка Дарвина была в том Что эволюция может происходить В рамках одного вида жизни А таких видов жизни 8 миллионов 400 тысяч форм Он увидел Да Виды не похожие Животных одних видов На островах На Сельшелах Да По-моему Увидел Как они Изменились Но при этом Вирус Эволюционируя Или там Микроб какой-нибудь Эволюционируя В миллиарды раз Быстрее чем человек Тем не менее Он не становится человеком Он не становится Даже мышкой Понимаете То есть очевидно Что он эволюционирует Вот в рамках Своего вида И Но происходит эволюция Говорит Шилпропада Сознание Вот это происходит Когда сознание эволюционирует То под сознание Шьется костюмчик Дается определенный костюмчик Больше 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 Из тела Микроба Потом живет Что перебирается В тело Какой-нибудь там Инфузорий Туфельки И так далее И дальше Дальше Микопитающих И так доходит до человека Цикл Вот То есть здесь Это все научно Веда описывает все До точности До мелочей И поэтому просто И я к чему это говорю К тому Чтобы представить Кто такой Кришна Вот я вот Только вот небольшую То есть Посмотрите Такую вот Медитацию Небольшую медитацию Давайте устроим Вот что такое Это земля Вот это земля Есть такие ролики Видеоролики Там земля Потом сравнивается С Марсом С Юпитером Там дальше Дальше С Солнцем Потом Солнечная система Галактика Вселенная Да Вселенная Которая считается Бесконечной Вселенной Нет простора Ни туда Ни туда 12 Говорится 12 миллиардов световых лет Только это то Что ученые смогли увидеть 12 миллиардов Со скоростью света Нужно лететь Чтобы Как бы Достичь Даже не предела Вселенной А Предела Возможности Вот так сказать Исследования Вселенной Считается бесконечной И таких бесконечных вселений Вселенных Бесконечное множество Можете себе представить И все эти вселенные Все эти мультивселенные Вот это Они покоятся Как горчичные зерна Говорится На теле Маха Вишну Исходящих Как вот Пузырьки пота Из его Тела И они живут Всего лишь Одну секунду Вишну То есть Он выдыхает Вдыхает 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 То есть Он спит И потеет Условно говоря Но И этот Маха Вишну Оказывается Он не является Причиной Всех причин Дальше Вот это Дальше Смотрите Этот маха вишну исходит из нарайаны нарайаны исходит из санкаршаны санкаршана исходит из вот эти четыре вьюхи санкаршана они рудхавы судева и так далее и и все это дальше 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 идет баларами и баларама является первой экспансии кришны и при этом кришна являясь на земле 5000 лет назад являя как бы тот в ком все нашло прибежище да и духовные материальные миры он играет роль человека и входит во дворец условно или садится на колесницу и ведет как это можно понять как это можно представить очиньте непостижимы и даже такая личность он говорит вот так я у меня нет никаких обязанностей никаких обязанностей и тем не менее даже я обязан соблюдать правила установленной же собой основе самим собой я всегда выполняю свой долг следующем стихе он объяснит почему он должен соблюдать ну мы сейчас про анонсируем как бы следующий стих как раз на завтра он говорит ведь если я перестану неукоснительно выполнять свои обязанности о партха люди несомненно последуют моему примеру так что всегда мы следуем за кем-то давайте обсудим вот это величие бога и вот это вот как это соотнести что да даже он бы был должен выполнять обязанности свои иначе все просто пойдет в тартарары и в то же время он самодостаточным и просто иногда нарушает даже свои законы установленные законы а как например в случае с гвардханом когда он поднял левым мизичком левой руки поднял гвардхан держал семь лет той семь дней прошу прощения интересная история была я когда обходил этот гвардхан я со мной шел один учитель учитель обычный учитель как раз школьный учитель и при этом еще покурил а гвардхан это шесть часов надо идти и я решил немножко подтрунить то над ним мне это был еще дух начал двухтысячных годов я решил ну как-то спросить его и спросил ну как так подшутить на ним и спросил а вот как такое возможно что маленький мальчик там же 7 лет и вдруг он держит такую огромную огромную гору которую чтобы войти нам с тобой нужно 6 часов только он посмотрел на меня как на идиота обычный вот индийский учитель школьный при этом как покуривающие еще и сказала что тут непонятно он же бог вот и в этом смысле все что нужно в общем ученым то постичь постичь что что кто такой был вернее что бог есть да а это это в общем то я даже не понимаю как можно это такие очевидные вещи не даже с точки зрения логики опять же да с точки зрения простой логики не не принимать на упорно не принимать но очевидно же что любая организованная материя вот компьютер камера книга стол стул еще что-то любая организованной материи за ней стоит сознание это же просто очевидно и насколько более серьезные и более сложной организации обладает вселенная и что же тогда просто взрыв просто ну хорошо взрыв ладно ради бога взрыв кто кто взорвал кто детонировал и кто так зарвал также на так себе и зарвать до чтобы образовалась вот такая красота чтобы образовалась вот-вот все это что образовалась все по своим орбиту мходится нормально электроны нейтронами когда электронов и там бывают никогда не сталкиваются все летает все хорошо здорово смотрите все по планеты солнечно солнце макрокосмос микрокосмос все движется очень хороший кто смог вот эти все функции которые также есть у человека в таком мозгу огромном впихнуть в мозг маленького муравья к муравьи попадают в в бочку с водой попали и что они стали делать они стали сбиваться в стаю они сделали из друг друга плод живой плод и стали вот таким образом подплывать к краю и потом один за другого за другим вот так вот спаслись строить просто поразительная вещь но как можно этого не заметить ученые просто глупцы если они отрицают насколько было полезнее взять и исследовать этот вопрос исследовать веды исследовать все что они приписывают можно было бы сократить столько времени но кстати некоторые ученые пользуются ведами получают нобелевские премии такие прецеденты есть вот давайте пообщаемся немножко что что показалось не каким-то неестественным у меня вопрос насчет обязанностей какие конкретно но у нас вообще должны быть обязанности что тут имеется ввиду что в приоритете ну который мы должны все равно бы должны это делать на на самом деле обязанности много в данном случае в вернее в этом в этой главе карма йога кришна говорит об обязанности о долге который должен исполнять в данном случае он арджу ну да как бы арджу не говорит да он говорит сражайся 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 не не ожидая не привязываясь к результату не ожидая ни побед ни поражений неважно что то есть что тебя ждет просто сражайся и так исполнишь свой долг и вот этот долг это вот то есть здесь говорится как раз вот об основе тех четырех целей жизни дхарма артха кама мокша да вот тут как раз вот эти обязанности обязанности соответствие с варнашрам и нас соответствии с варнашам и в соответствии с может быть еще пятая голова она называется карма йога в сознании кришны здесь карма йога имеется ввиду то что выше карма канды уже то что карма кандам и отдаем что ты хотим что то получить но карма йога мы отдаем что-то и не хотим ничего получить то есть мы вот отдали все мы забыть то есть мы действуем 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 поэтому здесь говорится как раз долги в рамках варна варнашам и дхармы ману самхиты и так далее но я бы сильно не заморачивался по одной простой причине потому что предыдущих комментариях чтобы под уже сказал тот кто занялся занимается сознанием кришны он уже вот может все это откинуть имеется ввиду что имеется ввиду потому что конечная цель по большому счету это акте конечная цель это развитие себе любовь к богу прямо прямо бакте да то есть через служение бакте то есть шутха бакте бакте или по любовь служение в любви без какой-либо мотивации ничего себе любовь вот такая как бы цель и тот кто встал на этот путь сам кришна говорит уже не никому ничего не должен и сам кришна в конце он говорит сарват харма паритя джаманы кам шарнам в раджа он говорит оставь все эти обязанности оставь все виды долгов все оставь и просто предайся мне но в этом стихе вот в этой главе он как раз говорит об обязанности кшатре кшатре должен сражаться в соответствии гуна кармы соответствия природой потому что если барджуна к примеру поддался мало души все и кришна не стала там ничего ему рассказывать как бы реанимировать его его вот объяснять ему рассказ богологи тут и и допустим арджуна ушел бы в лес до собирать подаяние стал бы нищим попрошайкой то он бы не смог бы просто попрошайку стал бы царем попрошайку мы стал бы предводителем попрошай как робин гуд знаете почему то что его природа во проявилась таким образом он шатри точно так же как вишвамитра он был кшатрием но он вот решил стать браманом уж так сложно ему приходилось вообще там с чистого всего он прошел потому что вспыльчивый браман ну кто же это там у него есть определенные качества у брамана он шатри и вот он пытался он нет я буду браманом там много столько всего пришлось ему претерпеть поэтому лучше дальше мы будем читать лучше исполнять свою природу реализовать свою природу исполнять свой долг пусть несовершенным образом чем исполнять чужие обязанности ибо идти по этому пути очень опасно скажет кришна там дальше поэтому речь идет конечно об обязанностях именно соответствующей сварной если вы домохозяина что должны должны исполнять дхарму домохозяина при этом если вы с точки зрения ашрамов условно говоря верни с точки зрения ашрама домохозяин вы исполняете дхарма домохозяина если вы ученик брамачарий то дхарма брамачария а с точки зрения варн если вы купец бизнесмен ваще да то вы исполняете обязанности ваще есть предписанные обязанности для вашей для кшатрия для для брамана и соответственно для шудр тоже есть обязанности есть дхармы даже для таких существ вообще так сказать уже почти на грани с человеческими это даже для пешачий для пхутов это вот все так и привидения там призраки тогда даже для них есть написано их хама вот поэтому речь идет об этом но мы встав на путь сознание или сознание бога или вот на путь самоосознание нас интересует одна обязанность это наша санатана обязанность санатана дхарма санатана дхарма вечная дхарма потому что по сути дела такой религии как кришнаизм или вишнуизм или индуизм нет всегда говорили санатана дарма санатана путь санатана дармы и путь санатана дармы это путь нашего изначального долга то есть дарма нам немного переводов одно из периодов это как природа чтобы понять вот четко что имеется виду это например дарма соли быть соленой дарма воды быть жидкой арма сахара быть сладким арма собаки условно говоря это бегать вели охранять и так сказать территорию поэтому вот что такое дарма но дарма живого существа живого существа заключается в вечном служении целому источнику своему источнику вот то есть даса даса анудаса как говорил господь это не я не шудра не ващья никшатрия не брама я даса даса анудас я слуга слуги слуги верховного господа вот это вот является у нас сегодня сергей здравствуйте у нас сегодня санга до пятницу или просто присоединись я просто не помню напомните да 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 отлично сейчас будут приходить тогда еще люди но мы тогда немножко закругляемся может быть еще какие-то вопросы андрей денис вот прежде чем сейчас еще кто-то придет вы можете и остаться дальше кстати мы дальше уже это будет так сказать маститы и тут соберутся пандиты вайшнавы будут обсуждать высшую математику делиться играми кришны и так далее поэтому оставайтесь это очень благоприятно там точно вы не будете заложниками одного так сказать человека который говорит без уст или как я вот поэтому вопросы у меня еще вопрос тоже вот но был почему кришна выбрал индию для своих откровений и как вот касаемо других стран то есть допустим можно ли сказать что там тот же махамед посланник кришна ну например сергей право вы не хотите ответить если вы уже здесь не хотите ответить на этот вопрос нет не только в индии приходит посланники бога приходит по всему миру мы знаем что вообще с такого имя как имени название как индия нет она пришла от мусульман река синду да она разделяла территории и мусульмане они не говори это это пришло позже название и они не говорили синду они были генду генду и отсюда пошло вот это хинду хиндустан вот индия поэтому раньше это была земля барата барата варша барата варша это вся планета была потому что какие-то например вот еще эпизоды ромайны в там набитые в скалах или статуй ханумана они даже латинской америке есть поэтому это единое государство было тогда ну как то вот да но там сакал сохранились еще остатки остатки ведической цивилизации а так вся все все там просто сохранилось поэтому нам кажется что это там в индии в индии и так далее но в целом весь мир по всему миру жили арии правили миром арии тогда вот вот у нас появляются великие пандиты вайшнавы очень приятно они так вольготно я сейчас даже выведу на трансляцию я замечательно человека который не надо ну ладно почему там так все увидеть как так denis я как-то ответил на ваш вопрос да да все еще стало понятно но есть еще один он такой уже косвенный вопрос но это уже 5 10 это может потом но давайте на завтра его оставим сейчас я я сейчас прекращу одну трансляцию и мы просто уже перейдем как бы формат другого общения с санга саду санга вот поэтому я сейчас останавливаю трансляцию я вас предупрежу тогда хорошо спасибо что чтобы лично ничего не искали в эфир ну а мы прощаемся с теми кто нас слушает и видит и будет смотреть в записи до завтра посещайте наши беседы о бхагавадгите это будет очень интересно и так всего доброго вам до завтра